Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи все та же печальная тема, связанная с коронавирусом. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу, на новую заразу, имя которой новый штамм коронавируса омикрон. Закрываются страны, началась пугающая статистика по цифрам заболеваемости, и поскольку это новое явление, к нему сейчас огромное количество вопросов, на которые, по сожалению, пока мало ответов. И чтобы разобраться в этой теме, мы сегодня пригласили в нашу студию очень компетентного и знающего собеседника. Это Резванов Альберт Анатольевич, доктор наук, профессор, руководитель научно-клинического центра прецизионной реагеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Добрый день, Альберт Анатольевич! Добрый день! Ну а с вами журналист КФУ Альберт Бигбов. Альберт Анатольевич, омикрону всего несколько недель, как стало известно о существовании этого штамма. Скажите, откуда взялась эта напасть и почему она так пугает сейчас всех? Обнаружили этот штамм в Африке. Пугает он в первую очередь тем, что он очень быстро распространяется от человека к человеку, то есть он обладает повышенной контагиозностью, инфекционностью. И в результате множества мутаций, которые в нем произошли, он стал более устойчивый к иммунитету, который выработался в ответ на перенесенную инфекцию или в ответ на вакцинацию. То есть, условно говоря, он очень быстро распространяется, то есть он очень заразен. И он научился избегать иммунитета, который у людей начал формироваться против коронавируса. Уважаемые телезрители, я только напомню несколько цифр. Возьмем Великобританию. Буквально где-то три недели назад там было объявлено, что появился этот штамм Великобритании. Сегодня уже там отчет идет, вот вчерашние цифры, это 10 тысяч заболевших. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что уже есть смертельные случаи. Правда, это не приведено, кто там умер, сколько лет и какая действительно клиническая картина была. Но здесь, во всех сейчас странах идет повальный рост заболеваемости. И некоторые страны приняли решение в таких условиях не рисковать и наглухо закрыться. Вот, например, Австрия, там сейчас просто тотальный локдаун. Люди выходят только, чтобы купить продукты. Альберт Анатольевич, пока Россия говорит о том, мы слышим разнообразные заявления, что не так страшен черт, как его молюет. То есть не так страшен омикрон, нас пытаются успокоить. И Россию пока, насколько мне известно, было два случая завозных за этот короткий период месяца. И пока говорят о том, что это не страшно. Так ли это? На самом деле, уже более десяти случаев официально подтвержденных есть. И согласно базы данных, есть такой сайт NextStrain, где все страны, все лаборатории выкладывают расшифрованные геномы коронавируса, для того, чтобы можно было отслеживать и распространенность отдельных штаммов, и как эти штаммы мутируют, во что превращаются. Так вот, по данным этого сайта, в России уже 3% выявленных случаев приходится на омикрон. То есть омикрон уже среди нас, и от этого уже никуда не деться. Что это значит? Как я сказал в начале программы, в ЮАР, например, уже более 50% всех расшифрованных геномов, то есть я не говорю о медицинской статистике, я говорю о молекулярно-генетической статистике. Так вот, там уже более 50% всех расшифрованных геномов приходится на омикрон. В Великобритании уже 60%? Не знаю. Вот опять, я апеллирую к четким данным генетическим. В Британии, по данным этого сайта, 8%. В США – 5%, в России, как я уже сказал, 3%. Понятно, что эти цифры растут, потому что они немножко отстают от реальной картины, потому что пока геном расшифрует, пока это выложит. Но если смотреть исторически, как происходила пандемия, то есть вот, например, дельта буквально за три месяца вытеснила альфу, то есть индийский штамм вытеснил британский штамм. А сейчас, если смотреть на динамику вытеснения штаммов в ЮАР, то можно ожидать, что уже за два месяца полностью омикрон вытеснит дельту. То есть получается, что насколько дельта была злее, то есть заразнее, чем альфа, настолько же и омикрон, если не больше, заразнее, чем дельта. И если уж дельта нам поднесла кучу сюрпризов и вызвала новую волну пандемии, то, честно говоря, я ожидаю, что мы столкнемся и с новой волной. Уже в январе. Уже в ближайшее время с омикроном. Для начала, о хорошем, если так можно сказать, раз уж мы начали все равно с тревожных новостей. Судя по всему, патогенность этого штамма ниже, чем у дельты. То есть количество тяжелых случаев и смертей по предварительным данным ниже. Конечно, требуется дальнейшее наблюдение, сбор статистики, анализ медицинских данных. Но говорить, что кошмар, кошмар, если ты заболел омикроном, то это все билет в один конец, не приходится. И это хорошо. Из плохого, что в омикроне произошло сразу множество мутаций. Об этом можно отдельно поговорить. В сухом остатке это значит, что иммунная система, которая была выработана, то есть натренирована на узнавании предыдущих штаммов коронавируса, на узнавании, вызванное вакцинами, этот иммунитет хуже узнает этот новый штамм. То есть получается, что он подобрал ключики к иммунитету, взломал его и научился прятаться от него. Здесь тоже есть и хорошие, и плохие новости. Из плохих, что действительно американцы провели исследование своих вакцин Pfizer, Moderna и показали, что их эффективность крайне низкая. Скажу открыто. После двух инъекций, то есть стандартного курса иммунизации, первый компонент, второй компонент, защита через 6 месяцев после иммунизации находится на минимальном уровне. А в то же время, если провести ревакцинацию, то есть третий укол сделан, бустер, так называемый, бустерная или ревакцинация, то защита повышается, по разным данным, может составлять от 25 до 50% защиты. То есть это не полная защита, 50 на 50, повезет, не повезет. Защита не полная, но это лучше, чем ничего. Представительные данные как раз опять свидетельствуют о том, что среди заболевших омикроном у вакцинированных заболевание протекает либо вообще бессимптомно, либо в очень легкой форме. То есть, скорее всего, вакцина защитит от тяжелого протекания инфекции. Альберт Анатольевич, можно ли доверять вообще цифрам статистики, поскольку омикрон начал свое шествие буквально месяц назад? Мы имеем отправную точку, откуда это все пошло, ЮАР, Южноафриканскую республику. Понятно, что там сейчас крайне тяжело вообще с объективной медицинской статистикой силу, можно сказать, политических процессов в стране происходящих. То есть, там достаточно тяжелая сейчас социально-экономическая ситуация и верить в какую-то статистику, которая сейчас идет оттуда, а сейчас весь мир наблюдает, именно как там идет, как вы уже заметили, победоносное шествие этого омикрона. Говорят, что есть избыточная смертность, что пошла наверх в ЮАР. И возможно, что в эту избыточную смертность входят действительно штаммы омикрона. Можно ли исключать такой момент? Вы правы. И мне сложно комментировать статистику, поэтому я и апеллирую к генетическим данным. То есть, их подделать невозможно. Вы используете научный подход? Да, я использую научный подход. И, как я уже сказал, основываясь на генетических данных, действительно, скорость распространения омикрона крайне высокая. И стоит ожидать всплеска заболеваемости. Все остальные данные, это просто сейчас мы бы обсуждали сплетни, слухи. Поэтому я бы все-таки сосредоточился на научных фактах. Есть высказывания о том, что нулевой пациент этого омикрона это лицо, страдающее синдромом приобретенного иммунодефицита. И сам первоначальный коронавирус, он, так сказать, булькал в этом человеке достаточно долгое время. И в результате получилась именно такая мутация, которая смогла обходить существующий иммунный ответ, сформированный нашими современными вакцинами, в том числе и спутником. Речь идет, говорят даже, что речь идет о каком-то принципиально новом заболевании и синдроме. Вот если вы расскажете сейчас телезрителям основные синдромы, которым надо насторожиться, поскольку он уже точно в России, и вы уже сами называете эту цифру, чтобы каждый мог как-то определиться, что это вообще за болезнь. Расскажите подробнее. Ну, про симптомы говорить крайне неблагодарное занятие. Потому что по симптому невозможно определить, чем человек болен. То есть можно говорить, что кто-то там больше кашляет, чихает, там сопли или не сопли. Это все лирика. Ни один врач не может только по симптомам поставить точный диагноз. Это простуда, грипп или в данном случае омикрон. Все-таки для этого нужен генетический тест. И, к счастью, современные тесты, которые используются во всех лабораториях, ну, по крайней мере, вот мы проверяли в Казанском федеральном университете, в нашей клинико-диагностической лаборатории, тест-системы, которые мы используем, они позволяют определить как омикрон, так и другие штаммы коронавируса. Нескромный вопрос. Как к вам попал омикрон? Он уже есть в Казани? Это сделано на основе, опять-таки, генетического анализа. То есть известно, на какие участки тест-система реагирует, и именно эти участки не мутировали в омикроне. А значит, и тест должен работать так же. Мы пока не видели у себя в лаборатории омикрона, но на основе научных данных мы можем предположить, что наши тесты будут выявлять и омикрон. Сейчас мы запускаем научный проект, пилотный проект, который позволит выявлять омикрон непосредственно. То есть у нас в университете есть временный инфекционный госпиталь, и совместно с медиками мы сейчас такой научный проект запускаем. То есть в перспективе мы можем надеяться, что наш Казанский федеральный университет сделает специализированный тест на омикрон? Ну, по крайней мере, научный тест. Потому что все-таки вывести на рынок — это немножко другая задача. Ну, это да, это понятно. Но дифференцировать это омикрон или дельта, например, мы сможем в самое ближайшее время. Если же говорить о происхождении, вот вы затронули тему происхождения омикрона, то есть несколько гипотез. Главенствующее, вы правы, что у пациента с подавленным иммунитетом в результате инфицирования ВИЧ, то есть у него синдром приобретационного иммунодефицита, вот ключевые слова — иммунодефицит, то есть подавленный иммунитет. Этот пациент долгое время болел коронавирусом, и за это время вирус адаптировался, мутировал, и научился избегать иммунитета, и научился переходить из клетки в клетку очень эффективно. Другая теория гласит о том, что, возможно, от человека вирус передался каким-то животным, либо домашним, либо диким, и там он какое-то время варился у этих животных в собственном соку, и потом опять перепрыгнул к человеку. То есть произошел такой переход сначала от летучих мышей, условно говоря, к человеку, потом от человека опять к кому-то, потом от кого-то опять к человеку. И вот за счет вот такого вот пертурбации, перетасовки генетической, возник новый вариант. Ну и третья теория. Сегодня была озвучена, что рептилоиды создали новый штамп. Это Петр Чумаков из Института молекулярной биологии имени Энгенгарда. Он выступил с этим шокирующим заявлением, что это все рептилоиды, тайное правительство создало этот вирус, обнаружил какие-то три новые вставки, которые он не может объяснить. И сейчас эта новость тиражируется с утра до вечера информационными агентствами. Честно скажу, что научное сообщество крайне скептически относится к этой гипотезе. В природе встречается все. И есть примеры, когда происходили очень серьезные мутации, изменения у вирусов в том числе. Поэтому приписывать все теории заговора на данный момент, я считаю, все-таки опрометчиво. Во-первых, это легко. И это как-то вызывает живейший интерес. А сейчас же все живут в социальных сетях, все любят, когда их лайкают, цитируют и так далее. Не буду комментировать социальную составляющую вопроса, но, как я уже сказал, подавляющее большинство ученых скептически относятся к этой теории. Если обратиться к генетическому анализу, то четко видно, что расхождение между омикроном и другими штаммами коронавируса произошло где-то в середине 2020 года. То есть по генетическим данным можно выстроить родословную. И вот как на дереве родословной показать, как каждый из штаммов соотносится друг с другом. Какая у них родственная связь. Так вот, есть четкое расхождение в середине 2020 года. Да, с тех пор где-то этот штамм варился, прятался. То есть нет промежуточных вариантов. Вот как раньше говорили, вот человек произошел от обезьяны. Я утрирую, понятно, что это не напрямую. И проблема была найти промежуточное звено. Также и здесь есть омикрон, есть предшественник в 2020 году, а промежуточных звеньев не было. То есть значит где-то он порядка полутора лет жил, прятался. И вот вариант, что скорее всего либо в теле пациента ВИЧ-инфицированного, который очень долго болел, а есть случаи, где люди более полугода, до года болели коронавирусом. В силу ослабленного иммунитета. В силу ослабленного иммунитета. Либо он перепрыгнул к животным. И там он этот год-полтора перетусовал, изменился и вернулся к человеку. Вы знаете, я когда готовился к передаче, Альберт Анатольевич, я прочитал несколько взаимоисключающих совершенно заявлений, сделанных как со стороны Всемирной организации здравоохранения, как со стороны наших отечественных спикеров от медицины. Они утверждают, что в случае омикрона мы имеем дело с очень легким течением. Да, там основные нету потери, обаяние. Существует, есть только крайняя усталость, которая у нас, извините, перед Новым годом, наверное, у всех у россиян. Вот, в силу. Но какая-то там действительно такая большая степень усталости. И вот это единственное проявление, что вот сейчас раздается победная реляция. Омикрон вытеснит эту дельту, которая скосила, собрала кровавую жатву по всем странам и континентам. Особенно в России. Вот у нас что-то и говорить. Мы вот сейчас живем в обстановке этой войны с дельтой. И омикрон эту дельту вытеснит. И таким образом произойдет так называемая живая вакцинация. И с коронавирусом будет покончено. Ну, есть такой анекдот. Это черный юмор. Знаешь, там, Иван Иванович умер. От коронавируса? Нет, от гриппа. А, ну это не страшно. То есть, понимаете, умирать страшно от любого заболевания. Да, будем надеяться, что омикрон будет менее патогенен, чем дельта, например. Но в любом случае это вирус. Он в любом случае вызывает заболевание. И в любом случае какой-то процент смертности будет. Даже если это будет в 10 раз меньше, чем у дельты. С учетом того, что контагиозность у него в несколько раз выше дельты. Да, и с учетом того... Получатся те же цифры, что по дельте. Вполне возможно, да. Так как иммунитет работает хуже, заразность его выше. То мы получим вторую волну. В том числе, возможно, и среди переболевших. И даже, возможно, среди вакцинированных. И даже небольшие проценты могут привести в глобальном масштабе к большим цифрам и перегрузке системы здравоохранения. А система здравоохранения, если перегружается, то люди начинают умирать и от других заболеваний. Просто потому, что не смогли вовремя получить медицинскую помощь. Поэтому здесь нужно относиться очень серьезно. И, как я в начале программы призывал, вакцины, хоть и работают хуже против омикрона, но они работают, и самое главное, они защищают от тяжелого и смертельного исхода. Поэтому в данном случае обязательно нужно ревакцинироваться. Если же говорить о теории, что омикрон может выступить в качестве живой вакцины. Опять возвращаемся к науке. Живые вакцины у них огромное количество противопоказаний. Сейчас люди боятся прививаться безопасными вакцинами на основе убитого вируса или неживого аденовируса. А живая вакцина – это ослабленный вирус. Если у человека есть проблемы с иммунной системой, то есть у него сниженный иммунитет, если у него есть хронические заболевания, то живые вакцины противопоказаны. Потому что они могут вызвать тяжелые последствия даже у условно здоровых, но с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Омикрон не разрабатывался в качестве вакцины. У него смертность будет гораздо выше, чем у проверенных живых вакцин. Поэтому в данном случае надеяться на то, что давайте сейчас мы все переболеем и после этого забудем о коронавирусе как о страшном сне – это крайне наивное представление. Потому что смертность от омикрона будет на несколько порядков выше, чем от живых вакцин и еще выше, чем от того же спутника или ковивак. Поэтому я бы не надеялся на то, что все переболеют омикроном. Нужно подготовиться максимально к этой новой волне, вакцинироваться. Причем вакцинироваться не только от ковида сейчас важно, но вообще-то на пороге и грипп, сезон гриппа. И вот тот анекдот, тот черный юмор, который я процитировал, очень красочно свидетельствует о том, что нужно прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Потому что от гриппа люди также умирают. Вот так, уважаемые телезрители, вы можете, вот это сейчас распространено, такое мнение, что если омикрон обходит вакцины существующие, зачем тогда прививаться? Здесь омикрон, да, он обходит. Есть такие данные, как наш уважаемый специалист по генетике Альберт Анатольевич говорит. Но он страхует. Все равно некая доля страховки присутствует от тяжелого течения заболеваемого, либо вообще от заболевания. И лучше уж что-то, чем ничего. Правильно, Альберт Анатольевич? Безусловно. Причем это не просто что-то. Это вполне... Не забываем, что Дельту-то еще никто не отменил. Сейчас идет, все еще идет эпидемия, пандемия Дельтой. Поэтому и никто не знает, как будет развиваться событие в ближайшее время. Поэтому в любом случае вакцинация остается единственным способом, как защитить себя и своих близких от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Альберт Анатольевич, вот сейчас и ВОЗ, и некоторые наши медицинские спикеры, ну, спикеры от медицины, делали такое заявление, что оказывается, одновременно может быть заражение и Дельтой, и Омикроном. И как здесь перенесет это человек? Ну, опять, это пока теория, это пока гипотезы. И даже если они подтвердятся, шансы, что человек заболеет сразу двумя вирусами, математически не очень велики. Я бы особо не переживал по этому поводу. Поэтому, да, гипотетически это возможно, но на практике таких случаев будет по пальцам одной руки. То есть какая-то разновидность штамма коронавируса, она будет вытеснять другую. Да, но опять, шансы заболеть, даже если, условно говоря, это один к стамм каждому из этих вирусов, то шансы заболеть сразу и тем, и другим, это надо перемножить шансы заболеть отдельным из них. Ну, это математическая задача, то есть один к стамм, один к стамм, перемножили, получается шанс заболеть и тем, и другим, это один к десяти тысячам. Поэтому это уходит на уровень погрешности статистической. Это с математической точки зрения. Если же говорить с медицинской точки зрения, если человек заболевает каким-то вирусом, в этот момент у него активируется противовирусная защита организма. То есть, условно говоря, сработала сигнализация. Второму грабителю в этот момент лезть в дом, ну, скажем так, небезопасно. Он может попасть под раздачу от этой системы сигнализации, да, системы защиты дома. Другое дело, что если человек переболел, у него как раз ослаблен иммунитет, иммунитет не так эффективно узнает другой вирус. И в этот момент ты можешь получить вторую инфекцию. И за счет того, что организм ослаблен, иммунитет узнает омикрон, например, хуже, можно получить осложнение. Но в данном случае нужно продолжать следовать всем рекомендациям по соблюдению эпидемиологических мер, предосторожности. Их никто не отменял. И даже если вы вакцинированы, даже если вы переболели, нужно ограничить свои контакты, то есть избегать массовых мероприятий, особенно в такое напряженное время, носить маски, ну и соблюдать меры гигиены, мыть руки, не дотрагиваться до слизистых, потому что именно так, через воздушно-капельный путь, через поверхности, коронавирус может передаваться от человека к человеку. Вот одна из страшилок, Альберт Анатольевич, который сейчас озвучивается, это то, что... Вот омикрон, может ли он переродиться в более ужасную мутацию, если он... Вот сейчас мы видим, как он вытесняет, там, в ЮАР, в Великобритании, в других странах сейчас, там, повальная просто... Ситуация изменяется буквально на эти... за часы, причем кардинально. И если этот омикрон получает доступ к все больше и больше человеческой массе, возникает вероятность мутации. Так ли это? То есть он может переродиться в более худший штамм, какой-нибудь омикрон плюс, который будет вообще все выносить? Пока сложно это оценить. Безусловно, потенциально такая опасность есть. С другой стороны, обычно все-таки вирус развивается, мутирует в сторону снижения патогенности. Вирусу невыгодно убивать своего носителя. Ему выгодно, чтобы человек как можно дольше жил, ходил и продолжал заражать окружающих. Поэтому шансы всегда есть, и поэтому обязательно нужно проводить эпидемиологические исследования, наблюдать, какие штаммы появляются. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения классифицирует вначале штаммы как варианты, вызывающие интерес, потом варианты, вызывающие беспокойность и так далее. Нужно за этим следить, шансы есть, но давайте не будем, как бедная Лиза, думать о том, что могло бы случиться, но еще не случилось. А сосредоточимся на том, что мы можем сделать прямо сейчас. Вот сейчас люди крайне, вы сейчас, если видите, вокруг QR-кодов идет такая бурная общественная дискуссия и политическая дискуссия. В Госдуме завтра будет рассматриваться законопроект о QR-кодах на всю Россию распространения. Опять-таки, был у нас опыт в республике с QR-кодами в транспорте, и он даже до сих пор продолжается, этот опыт. Но Госдума отвергла этот законопроект по QR-кодам в транспорте. Вообще, вот вы сказали, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, ревакцинируйтесь. Вот эта система QR-кодов, на ваш взгляд, она оправдана в деле сдерживания инфекции. Тем более, если на подходе омикрон, который пробивает практически все эти вещи, социальный контроль, я имею в виду, и маски, ой, социальной дистанции маски. Ну, я считаю, что на самом деле, компанию надо было по вакцинации, нужно было проводить гораздо активнее с самого начала. И QR-код, это ведь защищает не код, защищает вакцина. То есть люди вынуждены прививаться, те ограничения, которые накладываются на работодателей. Это все приводит к тому, что люди сначала их уговаривали, сейчас их мягко принуждают к вакцинации. Причем, я не скажу, что Россия, такая, тут кровавый режим, который заставляет... Ну, возьмите Китай, там, поголовно, Израиль. Европа, Америка, пожалуйста, вот у меня есть друзья в Америке, мы с ними общаемся. Они говорят, вообще не проблема, не привился, не работаешь, хочешь работать, прививаешься, не хочешь работать, не прививаешься. Абсолютная демократия, абсолютная свобода выбора. Свобода выбора воли. Абсолютная свобода, это наш, как бы, светоч демократии, всем дал выбор. Либо прививаешься и работаешь, либо не прививаешься и не работаешь. поэтому не скажу что мы в россии что-то изобрели новое но я считаю важным что любые средства хороши для достижения конечного результата а это защитить нас всех от тяжелых последствий потому что альтернатива qr-кодом это все-таки полный локдаун мы уже внешна экономика этого не выдержите это прошли когда месяц почти сидели в заперти и смогло это уберечь не смогло экономика до сих пор ряд отраслей не может восстановиться и единственная альтернатива это qr-коды прививки путь как бы это не было бы неудобно все равно есть возможность передвижения если у тебя есть qr-код есть возможность посещения тех же самых торговых центров если уж это так жизненно необходимо и прочее прочее то есть да есть qr-код пожалуйста привился пожалуйста это не китай в котором если у тебя нету прививки то ты никто и как альберт анатольевич заявил и в америке ты никто у нас мягкий подход потакание ваксина антиваксером которые заполонили своими бредовыми идеями эфир и которых цитирует сми том-то самом китай например подобные вещи они немыслимы по определению и поэтому сейчас в том же самом китае ситуация с коронавирусом выглядит не на порядке лучше чем то что происходит у нас и поэтому как бы не было кому-то обидно введение вот этих qr-кодов какая-то говорят там сегрегация угнетение посмотрите на свободу выбора в америке о которой говорит альберт анатольевич и вы поймете что у нас самая мягкий самый мягкий подход к тем кто не привился продолжаем тему опять-таки с омикроном вы прогнозируете ваш вариант прогноза на январь-февраль потому что сейчас эти прогнозы дают совершенно разные люди и чему готовиться у многих есть планы опять-таки вот сейчас даже январьские праздники страна не закрывается люди сейчас едут набирают путевки как традиционно длинные новогодние каникулы надо использовать на всю катушку кто-то едет египет кто-то едет даже в европу хотя там уже половина стран по закрывалась но все равно какие-то будут искать ходы-выходы обходные пути мы уже это все видели кто-то на бизнес жетах напрямую прямо ли тит так помните какую это у нас дельту из лондона привезли на бизнес жетах такая теория была что быстро попал и ваш прогноз чтобы в январе феврале скорее всего будет опять следующая волна роста заболеваемости надеюсь что мы не увидим роста осложнений от этой болезни но тут нужно понаблюдать фактор риска это ну во первых что что омикрон более заразный во вторых все-таки новогодние корпоративы каникулы люди начнут активно общаться ходить в гости друг другу и это тоже один из факторов риска подъема заболеваемости то есть вы призываете быть сдержаннее я призываю избегать все-таки крупных мероприятий где люди которые до этого друг другом не сталкивались столкнуться и это значит появится для вируса возможность перейти одного человека друг другу лучше все-таки привести это время в семейном кругу с теми с кем вы и так видитесь на каждый день ну и если вы еще не привились обязательно привиться то есть все равно у нас есть еще где-то месяц до того как эта волна нас накроет сейчас самое хорошее время чтобы привиться и от гриппа и от коронавируса тем более что сейчас минздрав разрешил одновременно прививаться и от коронавируса и от гриппа вот если вы прививаться последовательно надо выдерживать один месяц между прививками сейчас времени нет сейчас лучше всего привиться одномоментно то есть один укол делается в одну руку второй укол делается в другую руку ничего страшного ничего страшного нет зато вы получите защиту сразу от двух напастей которые сейчас у нас уже на пороге казанский федеральный университет готовится к прихода микрона ну казанский федеральный университет на данный момент максимально готов более 90 процентов сотрудников университета вакцинированы либо переболели и имеют сертификат о том что они перенесли болезнь поэтому безусловно нужно будет поддерживать этот высокий уровень коллективного иммунитета за счет ревакцинации плюс как я уже сказал мы запускаем и научные проекты будем самостоятельно проводить мониторинг на штаммов в нашем инфекционном госпитале ну и кроме того разрабатываем то есть внедряем новые методы тестирования например сейчас у нас будет тестирование на вирус нейтрализующую активность сыворотки у пациента то есть насколько не просто есть антитела или нет а насколько они могут нейтрализовать вирус то есть в реальном тесте в реальном эксперименте такой тест мы уже запустили и сейчас будем тестировать и пациентов наших ну и желающих на коммерческой основе на этой оптимистичной ноте позвольте закончить нашу передачу и поблагодарить нашего сведущего и компетентного собеседника доктора наук профессора руководителя научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины казанского федерального университета институт фундаментальной медицины и биологии нашего уважаемого резбанова альберта анатольевича большое вам спасибо ну я свою очередь напоминаю что с вами был журналист казанского федерального университета альберт бигбов прививайтесь и будьте здоровы а